У нас сегодня на самом деле довольно большая тема. Здравствуйте всем! Потому что вот та лекция, которая была прочитана мной на факультете, она оказалась какой-то немыслимо огромной, вот, при том, что вроде как всем все было понятно, но я, может быть, это кажимость, может быть, никому ничего не было понятно, поэтому я решил не рисковать, сократил ее раз в два. Ну и потом, мы действительно с вами идем слегка медленнее, потому что немножко другая база у вас. Вот, значит, напоминаю, что мы на позапрошлой уже лекции начали выдумывать, ну естественно не выдумали, потому что это достаточно сложная штука, начали выдумывать какие-то универсальные правила, сообразно которым должны быть оформлены вызовы процедур, ну под программ, для того, чтобы комфортно использовать их всем потенциальным пользователям, да, в своих программах. Ну, в чем, собственно, идея соглашения конвенции по вызову процедуры, по вызову под программы? Идея стоит в том, чтобы предусмотреть всевозможные варианты, когда у вас вообще нет параметров у этой процедуры, когда их там несколько, когда их много, да, также надо предусмотреть всевозможные варианты возврата значений, и, что самое главное, надо придумать, каким образом эти под программы, в особенности, если они не концевые, то есть если они изнутри себя вызывают какие-то еще другие под программы, каким образом эти под программы будут работать с данными? Вот, потому что, потому что внезапно выясняется, что вот когда мы пишем обычную программу, мы просто открываем секцию текст, в этой секции текст по меточкам размещаем какие-то данные и отлично ими пользуемся. Как только мы имеем дело с вызовом под программы, которая в свою очередь вызывает еще какую-то под программу, а у нас в домашнем задании была примитивная рекурсия, вот, во всех смыслах этого слова примитивная на самом деле, вот, так вот, как только программа, под программу вызывает другую и, возможно, вызывает себя, мы не можем одну и ту же ячейку использовать в качестве хранения, ячейку памяти, использовать в качестве хранения данных. И мы дошли в позапрошлый уже раз до понятия стек, который, опять же, сообразно конвенции, предложенные разработчиками MIPS, размещается в адресном пространстве, начиная сверху и растет вниз. Вот. И. Да. Еще раз, можете повторить, что мы говорили, стэк, про стэк говорили, да? Да. А что именно повторить? Я просто, если я слышал это слово, между дваждами. Да, стэк, конечно. Я могу говорить громче, но практика показывает, что, если начать говорить громче, то передние ряды сметает немножко, и они выпадают в осадок. Вот тут эти, которые, как и так? Понятно, понятно. Вот они пришли, всем помешали. Да. Ну, так вот. Значит, мы с вами договорились до того, что под программы, которые мы используем, видимо, для хранения каких бы то ни было данных динамически, динамически, должны использовать динамическую структуру, которая называется стэк. Вот. Мы говорили о том, что в случае MIPS аппаратной поддержки стэка нет. Мы пожертвуем целый регистр общего назначения под это дело. И будем там хранить всегда некоторый адрес памяти, тот самый сверху берущийся, да, который у нас в линейной модели начинается с адреса там 7FF, чего-то там. Вот. И для того, чтобы положить на стэк, будем просто вычитать из него 4 байтика и класть соответствующее машинное слово. Вот. А для того, чтобы снять с него, прибавлять к нему 4 байтика и брать соответствующее машинное слово. Вот. О чем мы не поговорили, мы об этом поговорили внезапно то ли на семинаре, в общем, на лекциях этого разговора, кажется, впрямую не было. Это, а что делать со всеми остальными требованиями? Ну, например, когда у нас у функции параметров не 4, а, скажем, 5. Вот у нас на семинаре была функция с 5 параметрами, функция, да еще и вещественными. Вот. А сообразно конвенции, у нас всего 4 регистра, которые мы можем использовать для передачи параметров. Вот. Значит, идея использовать больше регистров мне не нравится совсем, потому что у нас их, в общем-то, мало. На самом деле регистров мало. Как только вы будете, если вы будете писать достаточно большую программу, вы поймете, что их надо экономить, рассовывать их значения куда-нибудь, вот, прежде чем что-то вызывать. Вот. Значит, идея создать в памяти массив данных, в которых, ну, какой-то кусок памяти, в который напихать все нужные параметры, а функции передать только адрес и размер, это хорошая идея. Но она упирается в тот факт, что мы не умеем с вами выделять произвольный кусок памяти в произвольном месте, а потом его разводелять обратно. Выделять-то ладно, ну, как, господи, у нас есть много памяти, у нас есть адрес там. Сейчас скажу, какой, я забыл уже какой, но в марсе это написано. Вот. Вот здесь это написано. Значит, у нас есть адрес 1400, который достаточно далеко отстоит от наших обычных данных, и называется HIP, куча. Вот эта куча, это как раз место, где мы можем выделять, какое хотим количество данных, и там чего-то хранить, потом, значит, разводелять обратно. Главное, чтобы она со стеком не пересеклась. Стек, как видите, растет сверху, а куча снизу. Ну, там много памяти, там чуть меньше двух гигабайтов. Нам хватит. Уж для программирования домашних заданий так точно. Вот. Проблема стоит в том, что выделять-то мы можем. Ну, взяли, просто завели какой-то указатель, да, аналогичный стекпоинтеру, назвали вот там HIP-поинтер, выделили там, не знаю себе, килобайт памяти, подвинули HIP-поинтер на 1024 значение вверх, выделили себе еще килобайт, подвинули еще вверх. Проблема стоит в том, когда мы начнем процедуру диаллокации. Вот мы выдали два раза по килобайту, а теперь первый из выделенных килобайтов мы хотим, ну, выбросить, сказали, нам больше не нужно. Это же временное место хранения. И вот мы сначала выделили один килобайт, потом другой. Свободное место у нас там, навстречу стеку растет. Теперь вот этот мы освобождаем. Что с ним делать? Ничего. Более того, если мы такую операцию проводим слишком часто, у нас вот эта вот бывшая свободная память превращается в такую изрядную кашу, в которой чередуются свободные и занятые блоки неизвестного размера. Поскольку под это дело есть целая отдельная теория, мы с вами этим заниматься не будем. Вот. Отсюда вывод. Единственное, что мы можем делать, это размещать данные на стеке, ну, собственно, точно так же, как мы там размещаем вообще любые временные перемены. Еще одна вещь, про которую мы уже говорили много раз, я просто про нее напоминаю, что согласно всей той же конвенции регистр у нас делится на временные и постоянные. Вот. Это исключительно конвенциональная идея, что регистры типа Т под программой имеют право портить, а регистры типа С под программу портить право не имеют, и если она хочет под программой, чтобы все-таки их использовать, а регистров, повторяю, постоянно не хватает, и мы захотим использовать регистры типа С, вот. То она должна сначала сохранить их где? На стеке, потом как-то с ними поработать, а потом в конце всего вспомнить их обратно. Вот. Кроме того, теперь уже и мы можем надеяться на то, что никто не испортит регистр типа С, то есть, если мы хотим, чтобы какие-то данные на регистрах пережили вызов под программы, мы эти данные должны хранить в регистрах типа С, зная, что все под программы поддерживают конвенции и не портят нам регистры типа С. Такие дела. Вот. Давайте рассмотрим пример довольно сложной программы, в скобках нет, не сложной, но тем не менее, достаточно сложной программы, чтобы понять, какие проблемы вот с этой конвенцией, которую я только что описал, хранение всего на стеке. Значит, конвенция очень простая, напоминаю, мы все, что надо, запасаем в стек, да, если нам понадобится динамически выделять какие-то данные, мы их выделяем на стеке, перед выходом из-под программы мы все, соответственно, освобождаем, и там же на стеке мы еще и храним адрес, адрес возврата, помнить адрес возврата, это регистр РА, как только мы вызываем следующую функцию, регистр РА перебивается новым значением, и поэтому, если мы не запомнили адрес возврата, то мы уже никогда не вернемся туда, откуда ушли. В общем, какая-то функция, которую мы сейчас вызовем, она называется SUBR. Мы ей передаем пять параметров, точно так же, как у нас тут было на семинаре, где мы передавали пять вещественных чисел. Поскольку этих параметров пять, мы не можем их передавать через регистры типа А, значит, мы их передаем через стек. Что мы делаем? Выполняем операцию push, которая выглядит в случае МИПСа, как вычитание четырех из стек.поинтера, то есть аллокация там места на одно машинное слово и сохранение вот в это место соответствующего регистра. Вот мы пять раз проделали эту операцию. Здесь по приколу написаны какие-то названия имен переменных, совершенно необязательные. Важно вот что. Что то, что мы называли x, то, что было взято из t4, в данный момент находится в стек.поинтере со смещением 0. Это последнее положенное нами туда значение. То, что мы назвали b1 со смещением 4, 8, 12 и 16 соответственно. Потом, значит, мы вызвали нашу процедуру, которая должна соблюдать кое-какие конвенции, ну, в частности, описанные нами. Что при этом происходит? Мы должны сохранить РА на стек. Ну, потому что иначе, если там будет вызов другой процедуры, первый же Jumping Link нам этот РА испортит. И вообще, согласно конвенции, мы должны это делать, сохранить РА на стек. Предположим, мы захотели использовать регистр S0 для наших вычислений. Поскольку он у нас, ну, как статически, не портящийся, мы должны обеспечить его не порчу. И, значит, сохранить регистр S0 тоже на стек. Тут, кстати, почему-то написано A0. Взята ошибка. Здесь, давайте, нажимаем, написано S0. Сейчас мы это дело исправим. И поставим галочку незначительные изменения, никто не узнает, что эта ошибка была. Прямо как, да, вот в той байке. Вот. Значит, да. Итак, мы захотели использовать регистр S0. Сохранили на стек. Мы еще захотели использовать, ну, какую-нибудь локальную переменную. Вот. То есть, некоторые данные, которые должны лежать в памяти, и долго там лежать, пока мы их оттуда не вынем. В принципе, пока стека, пока этих самых регистров TPS хватает, нам локальная переменная не нужна совсем. Ну, вот, допустим, она нам нужна. Что мы делаем? Мы выделяем для этой переменной память на стеке, в очередной раз выполняя операцию push, на этот раз 0, ну, инциализируем ее 0. Что происходит с параметрами, которые мы передали нашей функции, которые тоже лежат на стеке? Они все утонули. Они уехали аж на 12 вглубь, потому что мы теперь напихали локальную переменную, регистр S0, регистр RA, и только... Так вот, они все уехали. У нас внезапно x, который лежал на вершине стека, теперь лежит со смещением 12. Ну, очевидно. Очевидно-то очевидно, но неудобно. Когда мы будем обращаться к этим данным, мы постоянно должны в уме держать такой калькулятор. Сколько мы еще напихали значений в стек, и по какому смещению теперь у нас лежат те данные, которые мы туда напихали до того. Такие дела. Ну, и эпилог выглядит так. Мы убираем все локальные переменные, слава богу, их было всего одна, поэтому мы просто к стеку прибавляем 4, одно машинное слово. Потом мы вспоминаем все, что мы запомнили, и на этом выходим. Значит, какие у этой схемы главные проблемы? Главная проблема состоит в том, что мы должны постоянно вычислять, по какому смещению находятся все наши локальные переменные, все наши сохраненные регистры, если мы хотим к ним обращаться, параметры нашей функции, которые мы в преамбуле напихали в стек. Все это адресуется от вершины стека, и значит, с каждым изменением стека доступ к этим данным постоянно, вот эти чиселки постоянно меняются, вот эти вот. Ну и отдельная тема, что мы должны все локальные переменные отдельно очищать в эпилоге, потому что, смотрите, одно дело, когда мы напихали в стек с помощью пуша, вот такого, да, когда мы напихали туда «знаем что», ну то есть в преамбуле четко описаны регистр возврата и все регистры S, которые вы используете. И мы с помощью, извините, попа, точнее даже не так, обратите внимание, здесь я сначала снял со стека два значения, а потом сразу изменил его на 8, так просто быстрее. Зачем нам каждый раз менять стекпоинтер? Почему бы нам не снять со стека S0, потому что он сейчас лежит на вершине его, и RA, потому что он лежит со смещением 4? Так просто короче. Давайте. Вот здесь я сделал не так. Пуш у меня, наоборот, был вот такой. Вот. А что же можно сделать за смещение? Ну, да, это же loadWord и storeWord всего-навсего, да? Вы просто смотрите, в чем смысл вот такого вот написания? Это исключительно для того, чтобы было как-то не смешно, удобнее читать. Мы говорим, положим на стек одну переменную, положим на стек другую переменную. Вот такое сочетание двух команд вызывает ощущение, что это операция push, операция положения на стек. Вот такое сочетание команд уже не вызывает ощущения, что это две операции и pop. Да. Смотрите, я вот здесь вот завел пространство для локальной переменной, которое я буду как-то потом использовать в вычислениях, неважно как. И это пространство нужно очистить, нужно вернуть стек в то состояние, чтобы его вершина указывала на последний сохраненный нам регистр. Поэтому я беру и просто добавляю обратно эту четверку. Вот ту, которую я вот здесь вот... Если бы я завел две локальных переменных, значит, мне надо было бы 8 байтиков оттуда вычитать. Ну, в смысле, из SP. То есть у вас получается стек какое-то пустое место? Оно не пустое. Оно вот в этом месте как-то используется. А, понятно. Я бы мог написать какой-нибудь бессмысленный алгоритм в этом месте. Но зачем? Ну, вот. Поэтому, значит, три вещи пришлось сделать в эпилоге. Сначала очистить все локальные переменные, потому что я уже забыл, какие они там были, но я помнил, сколько я места в стеке завел под них, а именно одну ячейку. Потом только я добираюсь до сохраненного регистра S0, а потом до регистра R. А звездочка S0 у нас? Вот здесь их тут может быть много. Это любой S, да, это шаблон. Это вообще комментарий, как видите, так что все равно. Вообще говоря, не дай бог, мне понадобится, ну, не знаю, сохранить еще один регистр S, передать еще одно значение в качестве параметра. Все эти чиселки поедут разом. И это ад, конечно. То есть любая, любой рефакторинг кода, если у вас относительная адресация, ну, скажем, относительно вершины стека, она просто вот требует, ну, постоянной перекалькуляции всех вот этих смещений, которые мы здесь используем, ну, вот этих вот. Примерно в том же стиле, в котором нам пришлось ее перекалькулировать после того, как мы стек набили дополнительные значения. Вот. Это ужасно. Как обычно, введение очередного уровня косвенности спасает ситуацию. В данном случае мы пожертвуем еще один регистр, еще одним регистром. Он у нас имеет номер, сейчас скажу, какой. 30. Вот стекпоинтер 29 регистр, а фреймпоинтер 30. Мы пожертвуем еще одним регистром, в который будем записывать значение стека в тот момент, когда мы вызвали функцию. Вот здесь. То есть, все операции со стеком, которые происходят после вызова функции, они меняют стекпоинтер, а фреймпоинтер не меняют. Он как был, так и остается указывать вот на то место, на которое указывал стекпоинтер в момент вызова функции. Да, нам придется использовать целый один регистр под это дело. Мы внезапно, совершенно забесплатно получаем такой регистр, относительно которого вся наша адресация постоянная. У нас, если в этот момент, вот в этот момент, сделать фреймпоинтер равный стекпоинтеру, всегда х будет 0 от fp. Вот этот b1 будет всегда плюс 4 от fp. a1 плюс 8 от fp, и никогда не поменяется. Потому что фреймпоинтер не меняется в течение жизни функции. Стекпоинтер меняется, мы туда кладем дополнительные значения. Соответственно, все переданные через стек в преамбуле параметры будут адресоваться с известным константным смещением относительно фреймпоинтера с положительным смещением. А все, что мы напихали в стек после этого, будет адресоваться относительно фреймпоинтера с отрицательным смещением, но также постоянным. Мы всегда будем знать, что ra это фреймпоинтер минус 4, что, допустим, если мы сохраняем s0, то это фреймпоинтер минус 8, ну и так далее. То есть мы пожертвовали регистром, который в течение, и он теперь в течение всей, в течение всего вызова нашей процедуры SUBR указывает на одно и то же место в стеке, сверху от которого лежат переданные в преамбуле параметры, снизу от которого лежат все заведенные нами локальные сущности, будь то сохраненный регистр или локальный перемен. И нам ничего не нужно в мозгу перекалькулировать. Вот. Есть еще один интересный бонус, связанный с фреймпоинтером. Нам не нужно калькулировать не только то смещение, которое соответствует нашим данным, сохраненным на стеке. Нам еще не нужно помнить, сколько мы их туда напихали в эпилоге. Мы говорим, дорогой, вот, где тут? Да, дорогой, дорогой мой, говорим мы, будь добр, где тут сейчас? Во! Положим значение фреймпоинтера прямо в стекпоинтер, тем самым выкинем все, что мы туда напихали за время пролога. Что вот это за волшебные каракули, я сейчас расскажу. То есть, вместо того, чтобы постоянно вести учет количества данных, положенных в стекпоинтер, мы полагаемся на то, что мы не испортили фп, и в фп лежит то самое значение из п, из которого можно взять один этот самый адрес возврата, вот, вот он, а, нет, мы уже взяли его, и вернуть обратно. Вот. Такая вот, такая вот дополнительная штука. У нас внезапно наша конвенция разрастается аж до 13 пунктов, и это не предел. предел 250 страниц описания, будет ссылка, у кого это, кто хочет, как это, побояться, да, бонусом, да, 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 бонус поинтс, кто хочет немножко побояться, да, любит ужастики, может почитать 250 страниц конвенций. Значит, смотрите, это просто договоренность, да, что если меньше четырех параметров функции, передаем через регистры А, если больше, передаем через стек, вызываем функцию всегда с помощью Jumping Link. Это наше старое ограничение, что мы не портим стек ниже того места, ну, выше того места, которое нам пришло, то есть чужие, кадры чужих функций мы не портим, иначе будет все плохо. Дальше. Нам нужно сохранить фрейм-поинтер, который, с которым мы стартовали, потому что это не наш фрейм-поинтер, это указатель на фрейм, кадр предыдущей функции, которая вызвала нас. Вот. Он добавляется в список того, что нужно сохранить. Дальше. Обратите внимание, что вот эта конвенция предусматривает, что мы просто записываем fp по адресу минус 4 от sp, то есть в то место, куда попадет, сейчас попадет вершина стека. Но запоминаем именно это значение в fp. Ну, такая маленькая хитрость, чтобы когда мы вспоминали, нам не пришлось ничего оттуда вычитать. А дальше ведем себя как обычные люди. Добавляем минус 4 в fp здесь не написано. Смотрите, мы это эта конвенция вот в этом виде, она просит нас делать не вот так, добавил, положил, добавил, вернее, вычел, положил, вычел, положил. А сначала выделить всю память, сейчас покажу, где это написано, там буквально следующей строчкой. Вот. Сначала выйдет на стеке всю память, то есть прибавить к sp большое отрицательное число, скажем, минус 24. Это будет память на 6 мест. Да? Одно из этих мест мы используем для хранения fp старого, остальное там ra, s, ну и всего остального. но вместо того, чтобы каждый раз сделать push и pop, мы прям разворачиваем этот кадр, то есть добавляем в стек сразу много. Поскольку мы теперь знаем, что вот в этом кадре нужные нам данные хранятся с известным фиксированным смещением, это теперь легко сделать. Сейчас покажу код. Вот. После чего, после выделения памяти, сохраняем туда все остальные регистры, ra, s и всякие локальные перемены, если мы этого хотим. Вот. После чего работаем как хотим, после чего возвращаем значение в 0, как обычно, после чего восстанавливаем значение ra и s, как обычно. Вот. И вот эту применяем хитрость, чтобы восстановить значение stack pointer на то, которое у нас было на момент вызова функции, мы просто перекидываем туда fp. Ну, потому что это и есть начало нашего кадра. Ну и все. и как бы переходим. Вот. Ну и не забываем, если у нас была какая-то преамбула, очистить stack от того, что мы напихали внутри преамбула. То есть, то, что мы сделали до вызова функции, естественно, разгребать не самой функции, а после возврата из нее. Да? У нас четыре пункта. Преамбула это то, что делается до вызова функции, пролог это то, что делается в момент вызова функции перед началом собственно содержательного кода. Эпилог это то, что делается перед выходом из функции. И вот штука, которая не имеет названия, я ее назвал восстановление stack pointer, которая обычно состоит из одной строчки вот такой, которая делается после возврата из функции, чтобы вернуть то, что мы наделали в преамбуле. вот собственно и все. Это значит у нас появляется такая новая конвенция, она еще сложнее. Разумеется, она тоже не универсальна. Ну мы там забыли про допустим вещественные регистры. Мы ну в общем она не универсальна. Разумеется, мы можем придумать много различных конвенций, которые более удобны для нас, когда мы используем взаимовызывающие друг друга функции. Это просто одна из них. Вот все возможные конвенции как раз описаны вот в этом 250-траничном документе. Единственное, что нас может все еще немножко смущать, это то, что мы используем смещение вместо имен. Вот когда мы работаем с обычным кодом, все, что у нас лежит в памяти, мы можем пометить меткой, скажем, а двоеточие ворд, да там, x двоеточие ворд. А в случае, когда мы работаем со стеком, мы не можем использовать метки, потому что нам нечего помечать. Нам приходится запоминать вот эти чиселки. а 0 это плюс 16, b 0 это плюс 12 и так далее. что мы эту неприятность нам как-то сглазить. В ассемблере Марса есть специальная директива, то есть команда самому ассемблеру, которая называется eqv. Общий вид у eqv очень простой. eqv, дальше некоторый идентификатор, а дальше некоторая строчка. И это очень-очень простой макро, который ассемблер обрабатывает перед тем, как начать транслировать вот этот текст в машинный код. И он просто тупо заменяет вот эту строчку на вот это значение. Вот давайте посмотрим на вот этот код. Вот у нас надпись eqv в rc будет заменена на вот эту штуку, а в rd будет заменена на вот эту штуку. Тут есть еще одна фишка. Видите, у меня секции дата и текст чередуются. Ну, сначала одно, потом другое. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот смотрите, вот наша программка. Она ничего не делает. На самом деле, ну, то есть в памяти размещается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, вот, и потом эти значения запихиваются куда-то на стэк со смещением. Это была не та кнопочка, надо было сначала сохранить. E, Q, V, экзем, пример. Вот. Как видите, тут инструкций много, а тут код, это, в общем, сгулькин нос. мы можем заметить, что вот каждая в РЦ заменилась на минус восемь от СП. Вот она. Минус восемь от СП. Вот. Не минус четыре от СП, пардон, в РЦ на минус четыре от СП. Тут я чувствую, она не в том месте. Вот она. Да? Это та же самая директива StoryWord, только вот здесь вместо волшебного в РЦ ничего не понимающего, просто вставлено вот это. Тупо. Вместо одной строки другая. Ну и в РД вместо значит в РД у нас вставлено минус восемь от СП. Ничего военного. Вопросы? Потому что тут есть еще одна хитрость, про которую я тоже хотел рассказать. Не связанная с директивой EQV. EQV это директива, то есть к моменту трансляции вашего ассемблерного кода в машинный от нее уже не осталось следов. Это препроцессор, который преобразовал вот это вот в это, а потом уже странслировал это в бинарный код. Что собственно мы здесь и наблюдаем. Вторая фишка состоит в смешении секций дата и текст. Как вы думаете, ну то есть вы его уже видели, поэтому вы наверное знаете, но может быть вы не заметили. Как будет выглядеть написанный вот таким образом, а затем транслированный текст? Сколько в нем будут байтов и где какие будут лежать? Напоминаю, что начало секции дата это у нас 101.4.0 а начало секции текст это 44.0 да, вот он, совершенно справедливо. Вот. Вот где что будет лежать? Где будет лежать вот этот ворд? По какому адресу? 101.4.0 А вот этот да, 1001.0 0.0 0.0 0.0 0.4 именно. Точно так же вот эта инструкция будет лежать по адресу 4.0 0.0 вот эта инструкция будет лежать по адресу 40.0 0.0 0.4 и кажется 8 она по моему псевдо. Нет, вот это было псевдо, вот это было нормальное. Вот. Значит, в общем они будут лежать подряд. Следовательно, на самом деле у нас существует всего две секции дата и текст. Когда мы открываем секцию текст, в нее просто дописываются соответствующие инструкции и это и это потом вот это а потом вот это когда мы открываем секцию дата в нее просто дописываются соответствующие директивы вот это а потом вот это и вот они так и лежат в памяти видите 1 2 3 4 5 6 7 8 вот возникает вопрос зачем вообще так делать Ну, например, если у вас достаточно большая программа, которая использует какие-то кусочки памяти, или там есть подпрограммы, которые используют какие-то кусочки памяти в качестве статических каких-то данных, ну, не знаю, констант. То было бы неплохо, конечно же, размещать их рядом. Но мы, я надеюсь, сегодня увидим пример, когда такое вот смешение дата и текста, чередование секций дата и текст реально удобно. Но не сейчас еще. А не страшно, что там дата с WB указана после текста? В том-то и дело, что... Где? Вот это? Да, смотрите, еще раз, вот эта штука, это такое переключение. То есть мы набивали дату, набивали текст. Сначала створим всю дату, только потом... Нет, он просто будет делать что? Увидев секцию дата, он говорит, ага, мы набиваем секцию дата. Word 1234, 1001, 400. Увидел секцию текст? Ага, мы набиваем секцию текст. Да, и тут возникает переменная ББ, которая... А, это вообще не... Понятно, я понял вас, я понял вас, да. Вопрос понял. Значит, вопрос был вот в чем. Насколько плохо, что у нас метка впереди, а ссылка на нее, до нее. Это нормально. Ну да, мы просто смущаем, что они в разных секциях. А вот это неважно. Смотрите, нет, что значит, это вас не должно смущать. Потому что, когда вы ссылаетесь на какую-то данную в памяти, разумеется, они лежат в секции дата. То есть, когда вы говорите load, word, дальше регистр, а дальше какой-то адрес, этот адрес всегда берется из секции данных. Потому что это адрес в памяти данных. Там просто... Нет, к какому тому? Давайте еще раз. Смотрите. У нас есть... Мы до сих пор знали, что у нас есть две процедуры. Да. Да. У нас есть... Ну и тем не менее, раз вы не поняли, значит, возможно, не понял еще кто-то. Поэтому я лучше расскажу. У нас есть... Мы до сегодняшнего момента знали, что у нас есть всего две процедуры. Трансляция кода в память. И дальше исполнение. Размещение нужных данных в памяти вот по таким вот директивам происходит в момент трансляции. То есть к тому моменту, когда программа странслирована в память, она уже выглядит вот так. То есть все данные размещены и весь код странслирован. Процесс трансляции, он может быть более хитрым, чем нам кажется. Например, к тому моменту, когда мы захотим странслировать инструкцию load.word, ассемблер уже знает, какому адресу равен этот самый bb. Хотя он определен позже. Это нормально. Это такая ссылка вперед. Во всех языках программирования это поддерживается. Ну вот. Единственное, что мы узнали сейчас, это то, что вот этот процесс трансляции предваряется процессом припроцессинга. Извините за тавтологию. Потому что сначала ассемблер запоминает, что есть такие EQV в RCE и в RDE, подставляет их везде, где увидит, а только после этого начинает трансляцию. То есть у нас три этапа получается. Сначала припроцессинг, потом трансляция, а уже потом выполнение. Да? Мы сначала сделали вот эту замену, а потом уже стали транслировать результат. Потому что никакого в RCE, как метки, у нас нету. А тут еще и не метка, а нет, тут да, тут еще и не метка, тут еще прям целая конструкция относительно регистра. Такие дела. Значит, это была простейшая макрокоманда, значит, это все сказал, все сказал. Да, мелкое замечание. Никогда не используйте в Марсе метку под названием B. Потому что у него иногда едет крыша, и он ее путает с инструкцией под названием B. Не знаю, кажется, можно. Ну, в общем, не используйте. Причем это иногда работает, иногда нет. Я так и не выяснил, в каких случаях одно из них. Теперь у нас довольно большая программа, которая будет использовать вот эту конвенцию, а заодно и ЕКУВ тоже. В нее надо поглядеть глазами. Да, кстати, ЕКУВ может быть объявлено когда угодно и где угодно. Это не директива размещения данных в памяти, она не транслируется. Она исполняется на этапе препроцессинга. Поэтому где бы вы ее ни вставили, она сначала выполнится, а только потом пройдет трансляция. Здесь я поставил ее рядом с меткой RA, просто для того, чтобы мы видели, что такое вот это СЗ. Значит, что здесь написано? В секции данных у нас лежит кусок памяти в 20 байтов, который содержит неизвестно что. Более того, мы даже не знаем, какие именно числа он содержит, там нули, не нули. Просто мы выделили 20 байт в памяти под массив под названием RR. Этот массив заканчивается адресом yend.r. Инструкция online, если вы помните, выравнивает текущий размещатель наших данных в памяти на адрес кратный 2 в степени вот эта штука. То есть, yend.r будет указывать на адрес, который кратен 4. Это нам нужно, наверное, как это, занимаюсь телепатией собственного мозга. Это нам нужно, наверное, для того, чтобы хранить в этом массиве целые числа, которые длиной 4. Значит, нам нужно, даже если тут будет написано 21, нам нужно все-таки его выровнять по границе целого числа. Иначе там будет ошибка в коде. Смотрите, вы не можете хранить целое число 4-х байт, наверное. По адресу не кратным 4. Так устроена архитектура MIPS. И, кстати, множество архитектур устроено примерно так же. Это просто существенно убыстряет процесс декодирования адреса. Ну и мы там сэкономили 2 бита, если помните, на переходах, вот это все. Если вы размещаете, инструкция space размещает в памяти какое-то количество байтов, не машинных слов. Это у меня их тут 20. А если бы тут было 21, то внезапно последний байт имел бы адрес не кратный не только 4, но и 2. В дальнейшем я буду пользоваться вот этим адресом yend.adr как адресом конца нашего массива. И было бы очень неплохо, чтобы последняя ячейка в нем была такого же размера, как и все остальные. Иначе это вообще не массив. И вообще там будет ошибка. Поэтому я говорю, так, вот этот yend.adr будет указывать на адрес кратный 4, пожалуйста. Ну вот, значит, вот начало нашей программы. Давайте я скажу об этом. Это, правда, у меня нету в конспектах лекции, но я об этом скажу. Видите, слово main. Слово main в случае Марса имеет особое свойство. Вы можете поставить вот здесь при исполнении галочку, которая называется initialize program counter to global main if defined. И тогда ваша программа будет начинаться не с начала секции текст, а с того места, где вы встретили метку main. Там, правда, еще точка global, я им надо сказать, поэтому об этом я скажу в следующий раз. Но имейте в виду, что если вы видите в примерах слово main, то, скорее всего, это начало программы, даже если до этого шел какой-то код. Ну, в данном примере эти сущности совпадают, поэтому я просто предупреждаю, что такое бывает. Я потом об этом отдельно расскажу, но уже не в этот раз. Значит, это, если вы интересуетесь, эта программа будет вызывать под программу сортировки массива. Вот. Так что мы должны ей передать. Наша под программу сортировки принимает в регистре A0 размер массива в байтах. В регистре A1 адрес начала массива. А возвращает она в регистре V0 размер массива в байтах. А в V1 возвращает начало массива, который она сформировала, отсортированного. Ну, мелкая подробность состоит в том, что это то же самое, что входные массивы. Мы не создаем нового массива, мы возвращаем в V0, возвращаем то, что было в A0, а в V1 то, что 1. Но это не важно. Мы договорились, что функция sort наша принимает в A0 и V1 размер массива и его длину, а возвращает в V0 и V1 размер массива и его длину. Ну вот, значит, мы тут сейчас введем все эти данные в массив AR. Вот этот простейший цикл. Вот мы, значит, вводим целое число. Вот мы его складываем в очередной элемент массива AR. Вот мы увеличиваем указатель на 4, чтобы в следующий раз мы в следующий элемент положили. Вот. И вот мы проверяем, не добрались ли мы до конца нашего массива. Исключительно ради этого я ввел вот эту метку, чтобы этот цикл уменьшить. Чтобы не вводить отдельного счетчика. Мы просто проверяем. Так, если мы уже очередной T1 после увеличения указывать на конец массива, то нет, хватит. А если не равен еще, то давайте по кругу. Такие дела. Теперь мы, значит, вызываем нашу функцию sort. Напоминаю, что она принимает два параметра. Размер массива в байтах и адрес. Шмяк. И перешли, значит, на начало нашей функции. А вот тут начинается всякая микотка, да, связанная с сегодняшней тематикой. Она состоит в следующем. Во-первых, я определяю какие-то удобные для меня EQ-шечки. Обратите внимание на точку. Нет, не обращайте внимания на точку, она ничего не значит. Просто для красоты. Не знаю, зачем я так придумал. Наверное, для того, чтобы показать, что точку можно использовать в таких вот штуках. С этой поры точка RA будет означать минус 8 FP, точка S0 будет означать и минус 12 FP, ну и так дальше. Почему мы теперь так можем сделать? Потому что смещение относительно регистры FP всегда константное. Мы всегда знаем, в каком месте лежит то место, куда мы положим S0, куда мы положим RA, вот, и две локальные переменные еще. Вместо этих волшебных штук мы могли бы в тексте использовать минус 8 FP, минус 12 FP, минус 16 FP, но так хотя бы понятно, что это. Обратите также внимание на то, что я отдельно, дабы не путаться, определил константу под названием fSize, которая равна тупо минус 24. И это что? Это размер кадра. Это столько мы добавили, будем добавлять в наш stack pointer, чтобы разместить в нем, в стеке, все нужные нам параметры. Дальше мы начинаем преследовать конвенции. Сохраняем frame pointer. Запоминаем stack pointer во frame pointer. Теперь в FP у нас лежит адрес начала нашего стека. Да, значит, что мы дальше делаем? Ну, короче, соблюдаем конвенцию, да, значит, увеличиваем stack на размер кадра, прям сразу, и начинаем раскладывать туда все то, что мы туда хотели разложить. То есть запоминаем RA, запоминаем S0, запоминаем S1. На всякий случай запоминаем size и error, которые к нам приехали в регистрах A, потому что за регистры A мы не уверены. Их почти наверняка придется менять, если мы еще что-нибудь вызовем из нашей процедуры, потому что они служат для передачи параметров. А дальше идет, собственно, наш алгоритм шифрования. Сортировки, он очень простой, тем более прост, что мы используем специальную функцию, сейчас я ее покажу, get min, который ищет минимальный элемент массива. Так что это сортировка выбором. Найти минимальный, поставить в начало, а тот, который был в начале, поставить на место минимального. Функция get min, она, начиная с адреса, который лежит в A1, в массиве размером A0, находит наименьший элемент, а возвращает его адрес. Именно адрес, потому что нам еще нужно будет потом поменять местами два элемента, поэтому нам нужно знать, в каком месте он лежал. Ну и дальше алгоритм сортировки выглядит очень банально просто. Мы находим минимум, да, вот, пожалуйста, начало массива, минимум. Меняем их местами, тупо. Смещаем начало на 4 вперед, потому что первый элемент, нулевой элемент массива мы уже поставили на место. Теперь у нас в S0 лежит адрес, кусок памяти, начиная с первого элемента массива, потому что нулевой мы уже поставили. Вот, уменьшаем размер, если у нас размер все еще не ноль, прыгаем на начало. Что мы опять делаем? Вызываем get min, на этот раз у нас теперь размер на 4 меньше, а адрес на 4 дальше. И так по кругу. Выбираем минимальный, меняем местами с текущим, изменяем счетчик, ну, изменяем начало массива. Вот вам вся сортировка. Ну, не вся. Вот вся, с этим вся. Как работает функция get min? Ну, до невозможности тупо. Ей приезжает начало того места в памяти, где надо найти минимум и размер. Вот это начало, вот это размер. Отлично, она, значит, организует цикл, все время прибавляет 4, сравнивает с каким-то минимумом. Вот. Нет, где тут сравнивать? Вот. Сравнивает с минимумом. Если вдруг минимум был, то она его сохраняет, и адрес сохраняет, обратите внимание. И снова. И в конце концов у нас в 0 накапливается адрес минимального элемента, что, собственно, от нас и требуется. Все. Вот вам вся сортировка. Кстати, домашнее задание. Кто сделает домашнее задание вот так, по сортировке, тому башку оторву. Ну, потому что, ну, я думаю, что выделение отдельной функции, которая вычисляет минимум, это, ну. Домашнее уже было? Да. Она уже закрылась. А, ну и ладно. Тогда не страшно. А новая будет? Новая, да, новая будет, но там все еще хуже. Вот новую копипасты делать можно. Сразу скажу. Да, 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 выдыхайте. Да, да, вот то, которое сейчас будет, там ее копипастой делать можно. Выдыхайте. Все равно там нужно будет другую функцию писать. Функцию сравнения, а не функцию выбора минимума. Ну, это так, к слову. Вы, кстати, можете решать задачу полной копипастой, но тогда вам придется сделать три подпрограммы. Сортировки, выбора минимума по ключу и, собственно, сравнение по ключу, которое будет вызываться вот здесь вместо вот этого. Вот так сделать точно можно. Зато копипасты будут практически полные официально. It's official, да. Ну, собственно, все. Мы, значит, отсортировали. Нам теперь согласно договоренности нужно вернуть в V0 размер V1 адрес. Мы туда тупо запихиваем А0 и… Вы лучше задайте вопрос мне, я лучше знаю про сортировку. А, ну, ладно. Значит, я прямо сказал, я лучше знаю про сортировку, как если бы это было правда. Ну, ладно. Значит, да, так вот, что мы делаем? А дальше мы выполняем опять конвенцию. Да, во-первых, нам нужно расписать V0 и V1 адресами возврата и размером возврата. Мы бы их почти забыли, потому что здесь они меняются, эти S0 у нас. Но мы их радостно сохранили в локальной переменной перед началом работы. Так что мы их оттуда восстановили. Вот. Дальше мы выполняем конвенцию, восстанавливаем RA, восстанавливаем S0, S1. Восстанавливаем стэк… Да, вот здесь вот мы просто сбрасываем весь фрейм, потому что у нас в FP лежит начало SP. Дальше мы вынимаем из стэка старое значение FP, которое было при вызове, и возвращаемся. Обратите внимание, что везде мы можем радостно использовать наше EQV значение. Именно в силу того, что адресаты относительно FP всегда у нас неизменные. Вот это читается намного понятнее. Такие дела. Вопросы? Да. Насколько сильно замедляет вот эти все программы перестановки из памяти в регистрах? Смотрите. В любом домашнем задании можно пользоваться, чем хотите. Наше домашнее задание почти никогда не будет настолько сложным, чтобы не работать из-за того, что вы вместо регистров используете память. Но использование регистров гораздо более удобная штука. Например, вся арифметическая операция у вас доступна только на регистр. Просто вот, если я буду, например, постоянно хранить все данные... То у вас будет примерно в три раза больше инструкций для начала, потому что положить в память, взять из памяти... Взять и так далее. Но все операции, да, производить с регистрами, это сильно замедляет? Смотрите, да, да, но это домашнее задание. В реал лайфе все намного печальнее, потому что операция доступ к памяти, она в десятки, а может быть и в сотни раз, а может быть и в тысячи, медленнее, чем операция доступа к регистру. Мы об этом будем говорить, когда у нас будет лекция про кэш, который ровно для этого нужен. То есть на самом деле, конечно, нет, на самом деле доступ к кэшу гораздо быстрее, но операция над регистрами на несколько парадков быстрее, чем не кэширная операция над памятью. Поэтому, если вы внезапно попадаете в ситуацию, когда вам нужно экономить микросекунды, а я относительно недавно даже, в общем, работал, ну как сказать, консультантом в одной конторе, который занимался ровно этим. Они писали прототипы на C++, потом переписывали на ассемблеры. Вот, то да, операция над регистрами это ваше все, и регистр пленнинг тоже. Вам нужно планировать использование регистров по максимуму. Вот, значит, ну все, что здесь написано, я уже сказал. У нас есть еще 20 минут, да? Шикарно. С вашего позволения, вот этот кусочек я расскажу по верхам. Вот, значит, довольно много об этом написано в лекции на русском, которой эта лекция соответствует, посмотрите. Вот, значит, история следующая. То, что мы с вами придумали, это конвенция совершенно не универсальная. Мы не сделали, мы не поговорили о том, что делать с floating point регистрами. Мы не поговорили о том, что будет, если мы хотим передать очень-очень много параметров. Наверняка не надо через стек это делать, есть какие-то ограничения на размер стека. Мы не поговорили о том, насколько хорошо лазить в память и что-то там править, особенно если это, например, данные, которые вы передали через стек. Так, да? Мы имеем право исправлять параметры функции. И еще много о чем мы не поговорили. Полное соглашение о вызове функции называется Application Binary Interface. И оно большое. Вот это, например, стандарт, который занимает 250 страниц. Вот этот стандарт от 2007 года, что ли, года, тоже, в общем, большой. А самое главное, это довольно частая штука в случае конвенции, что чем конвенция сложнее, тем больше шансов, что ее наиболее отдаленные уголки все нарушают. Например, конвенция по использованию floating point регистров, на самом деле, включает в себя их мнемоническое именование, то есть разделение на постоянные, временные, такие-сякие, вот. И, соответственно, требует их вот этого именования использовать, но никто так не делает. Вот. Ну, в общем, такая штука. Но, почему я вообще завел разговор об промышленных конвенциях? Смотрите, на самом деле на ассемблере руками программируют люди нечасто. То есть это не означает, что люди не программируют на ассемблере. Количество кода на ассемблере каждый год удваивается, грубо говоря. Вот. Написано руками. Но основная задача для этих конвенций, да, в основном, они предназначены не для людей, а для компиляторов. Как вы думаете, устроен компилятор с языка программирования в машинный код? Он сначала генерирует ассемблерный код, а потом этот ассемблерный код транслируется в машинный код. Почему так? Потому что сгенерировать ассемблерный код гораздо проще. И главное, когда ты компилятор, то ты все знаешь про свой язык программирования и очень мало знаешь про архитектуру, на которую ты компилируешь. Ну, скажем так, не очень мало, но мало, недостаточно. Все про архитектуру знает именно ассемблер. Поэтому большинство компиляторов подавляюще устроены таким образом, что они генерируют ассемблерный код, а ассемблер из ассемблерного кода генерирует бинар. Вот мы будем в следующем семестре проходить сик, он устроен ровно так. Вот. А значит, для того, чтобы компилятор смог сгенерировать функцию, все, что он, вся преамбула, прологопилок, восстановление стека, все эти операции должны быть строго автоматизированы. Поэтому, например, в промышленной конвенции фрейм всегда постоянного размера. И в него всегда сохраняются все регистры, которые нужно сохранять. Вне зависимости от того, используете вы их там внутри или нет. То есть фрейм такой, я уже не помню сколько, 48 машинных слов, по-моему. Вот. Туда запихиваются все S, все F. Нет, F, кажется, не запихиваются. Вернее, там есть мозг электронный, который проверяет, вы использовали регистры F. Если да, то запихиваются все F. Если нет, то не запихиваются. Вот. RA, FP, все запихиваются. И, естественно, все восстанавливается, вне зависимости от того, использовали ли эти регистры опять-таки или нет. Это, кстати, да, и, соответственно, код преамбулы этого самого пролога и эпилога оказывается всегда одинаковый. Он просто тупо вставляется в виде макроса в начало и в конец функции. Ну и перед вызовом функции преамбулы. Вместо того, чтобы писать ее руками, компилятор просто вставляет уже заранее готовый известный кусок кода, который всегда делает одно и то же. Да, это крайне неэффективно в том смысле, что это начинает работать, ну, там, медленнее. Но мы знаем, что программы на языках, чем выше уровень языка, тем, скорее всего, программа работает медленнее. Самая быстрая программа пишется именно на ассамблее. Именно по той причине, что компилятор будет генерировать ассамбрный код, неэффективный, содержащий большое количество ненужных инструкций. Например, соответствующих промышленным конвенциям. В принципе, мы можем напустить, ну, вот этот сгенерированный код-оптимизатор, который применит мощный искусственный мозг и поизучает, а какие регистры были использованы, а какие не были использованы, и повыбрасывает из соответствующего места, ну, кусочки. Ну, например, фиксированный размер фрейма – это страшно удобно. Знаете почему? Потому что, когда вы, например, отлаживаете программу, у вас функция вызвала функцию, вызвала функцию, вызвала функцию. Вы всегда знаете, в каком месте стека лежат параметры функции, потому что фрейм одинакового размера. Вы просто вышли размер фрейма и посмотрели, где параметры предыдущей функции, вышли размер фрейма. А так вам придется смотреть, где вы сохранили фреймпоинтер, вычитать этот размер, ну, и, в общем, такое. Вот. У нас еще целых две темы, и осталось всего 14 минут до конца. Простая тема строки. Значит, строка – это последовательность байтов внезапно. Есть такая договоренность, которая никак в случае МИПСа аппаратно не обусловлена, это только договоренность, что длина строки изначально не определена, и конец строки – это ноль, нулевой байт. Байт, который как целое число равен нулю. Не путать с символом ноль, у которого 16-ти речный код 30, по-моему, а 80-ти речный 60. А 10-ти речный не помню, 48, кажется. Не помню. Вот. Да. Так вот, значит, еще раз. Строка – это просто последовательность символов. Строка заканчивается символом с кодом ноль, вот таким. Не путать с цифрой ноль. Вот. И операции над строками, ну, мы их будем использовать ровно две – ввод и вывод. В основном, кажется, даже не будем, но тем не менее. Значит, операции над строками устроены таким образом, что вы их, строки эти, передаете, скажем, функции вывода строки. Вот. Вот системный вызов вывода строки, четвертый. Вы передаете ему адрес сначала. И он начинает по байтику вводить. Выводит, 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 выводит. Инструкция ASCII Z, Z, от слова zero, размещает в памяти строку, и после нее нулевой байт. Инструкция ASCII без Z размещает в памяти строку, и все. Помним, что вот это такое? Это символ перевода строки. Значит, понятное дело, что системный вызов, вывод строки, будет просто выводить все байты, которые вы скажете. Если у вас нет перевода строки в этом деле, да, то и он все в строчку и будет выводить. Мы раньше... Да? А зачем он не вводит байт? Чтобы определить, где строка закончилась. Потому что пока она не закончилась, мы все выводим и выводим. Это, кстати, бывает при написании программ на ASCII. Я надеюсь, что у нас тоже будет. Когда вы всю память испортили, передали, значит, испорченный кусок памяти в процедуре вывода строки, и она вам начинает фигачить на экран какую-то ерунду, вот пока ноль не встретит. Вот это ровно оно. Вот. Мы это еще увидим, я надеюсь, в следующем модуле. Вот. Мы это увидим даже сейчас. Потому что как вы думаете, как вы думаете, что... что будет вывезено вот этим системным вызовом? Значит, здесь метка EX3 в качестве строки. Какую строчку будет... Какую строчку выведет вот этот системный вызов? Как вы думаете? EX3. А, если оно без ноля, там на следующий текст? Да. Выведется вот этот текст. This is example without zero. Nobody knows when it terminates. Это восклицательный знак. Если вы не узнали его, могли не узнать. Я тоже специально спрашивал у питона. Вот. А вот это ноль. Так что вот это вот выведет всю вот эту ерунду вот досюда. А потом еще раз, потому что здесь написано 4. Вот так. Давайте проверим. У нас есть время? Нет времени. Ладно. Не проверим. Верьте мне на слово. Главная тема, еще одна сегодняшняя. Просьба слегка потрясти мозгами, чтобы, значит, они расшевелились. DSEMENTATION. Здесь было написано слово DECUMENTATION, но мои словливые ручонки слегка подвели меня. Это макроопределение и макровызовы. Очень важная тема. Особенно при написании программ на языке ассемблера. Потому что вы уже, я думаю, убедились, что программы на языке ассемблера не столько длинные, сколько, как это сказать, высокие. Ну, они вот в эту длину длинные. Вот. Что такое макроопределение? Макроопределение — это кусок кода. Помните, у нас был EQV? EQV — это просто строчечка. Вместо вот этой строчечки будет вставляться вот эта строчечка. А вот макроопределение — это кусок кода по имени name, который будет вставляться вместо этого name каждый раз, когда оно будет встречаться в тексте. Разумеется, макроопределение макроподстанавливается во время препроцессинга, то есть на первом шаге трансляции. Вот такой типичный пример — это системный вызов exit какой-нибудь. ну, давайте что-нибудь напишем, да, вот, точка мака. Будет называться, не знаю, printQQ. Да? Нет, printQ, потому что printQQ будет чуть позже. Мы выведем в регистр A0, мы введем то самое Q, в регистр V0 11, да, системный вызов, syscall, ну и давайте еще перевод строки ради интереса. Да? Вот так вот. И еще... Что это было? Я забыл запомнить. Она мне вспомнила какую-то ерунду. И перевод строки. Да? Теперь мы должны сказать end macro. Обратите внимание на то, что макро... Ух, малом времени. Но то, что макро сам по себе ни во что не транслируется. Упс. Это всего лишь команда препроцессору. Зато, если мы напишем вот так вот, вот эти две строчки раскроются в двойную вот такую последовательность. Смотрите. Вау. Вот оно. Причем обратите внимание на то, как эти строчки нумеруются. Да? Ну, и это будет даже работать. Вот он кукует. Пока что ничего сложного. За исключением того, что номера строк странненькие. Ну, вот это номер строки в макросе, а вот это номер строки в вашей программе. Ну, привыкайте. Ну, так это вообще очень много вещей. Да, еще как. И ради этого я все и рассказываю. А-а-а. Иди они хранятся. Что? Прямо тут и хранятся, в вашей программе. Просто они там лежат. Да, вы туда будете их копипастить. Более того, для решения домашних заданий вам придется делать именно так. Я потом расскажу, как можно хранить их в отдельном файле, но, к сожалению, домашнее задание состоит из одного файла, и поэтому... При припроцессинге вместо каждой вот этой строчки вставляется вот эта вся последовательность. Вот и все. Ну, вот смотрите, я, собственно, это и показывал. Вместо одной одиннадцатой строчки вставилась вот эта последовательность команды. Это она и была. Более интересная штука – это параметрический макро. Вы можете каждому макросу, макросу, множественное слово макрос, каждому макросу, единственное слово битл, множественное слово битлз, да, каждому битлзу, макросу, вставить в соответствие какое-то количество параметров, которые потом можно подставить. Вот данный макрос, например, макрос, печатает число произвольное, из произвольного регистра и перевод строки. Что он делает? Вот сюда ему приезжает регистр. Вместо рег тут подстанавливается регистр. Соответственно, мы загружаем единицу в 0, регистр в 0, сиско, это было слово сиско, если кто не узнал. Значит, потом перевод строки. Вот. Давайте это прям скопипастим, исправим. Ааа, средняя кнопка не работает. Цикал. Это было слово сиско, да? Во, отлично. Вот. И еще одна ошибка. Да? Сколько ошибок? Значит, надо поправить. Вот. Так даже будет работать, наверное. О! 81. Что такое 81? Да это число, соответствующее Q. Давайте напишем здесь 100500. 100500. Обратите внимание, что один вызов макро раскрылся в вот эту последнюю строк, как и обещалось. Обратите также внимание, что на место, на место вот этого процента рег приехал Т5. Вы могли даже, смотрите, в принципе, это, сейчас я сделал не очень нужную штуку, но, в принципе, вы могли написать программу, которая печатает константу. для этого вам придется, а, нет, это все то же самое сделать, да? Вот тут только ли. Тут вот, я его переименовал, чтобы не путаться, и тогда можно было написать здесь прям сразу 100500. А, я знаю, зачем я это делаю. Смотрите, вот я переписал этот макро таким образом, чтобы параметром его было число, а не регистр. Оно тоже работает, я надеюсь. Да. Но оно внезапно потеряло возможность печатать содержимое регистра. Понятно. Здесь используется инструкция LE, понятно, что здесь все регистра не может быть. Это важное свойство макросов. Они нифига не типизированные, по крайней мере, здесь в MIPS. Понимаете? Ни о каком типе речи не идет. Если я здесь напишу регистр, у меня при трансляции просто ошибка возникнет. О, видите? Он говорит, что это такое? У вас LE, а здесь регистр. Вот. Именно так и следует к макросам относиться. Они, ну ладно, короче, бог с ним. Нет, давайте все-таки доделаем до работосостояния, работоспособного. Да, вот так. Да. Это всего лишь подстановка одного текста вместо другого. Черт, две минуты. Тут прям вот осталось. Ну хорошо, давайте прям напряжемся. Да, вот я слышу, кто-то напрягается. Значит, смотрите, на самом деле макросы решают еще две проблемы. Ну, одну, которую мы с вами в свое время заметили. Проблемы локальных меток. Помните, если у нас есть несколько меток, которые называются одинаково, то ничего работать не будет. А что если метка есть внутри макроса? Не знаю, вы там цикл организовали, там есть метка с переходом, или у вас там есть секция дата внутри макроса? Как это все будет работать? Ну, понятно, если я хочу, например, вот смотрите, вот прекрасный макрос, который печатает строку. Это не он. Братцы, не расслабляйтесь, еще секундочку, важные, важные вещи. Пожалуйста. В этом макросе внутри есть метка мысэгэ. Если я напишу два раза этот макрос, то по идее у меня будет две одинаковые метки и ничего работать не должно. но, да? Не та кнопочка. А тем не менее, о, ошибка. Что я сделал не так? я забыл. Вот так. Вот. Hello World, глядите сюда. Она работает. Почему у вас внутри макрос данных узирают? Вот. Она не пустая. А, все. Вот. Вот в этом главная фишка. Смотрите. Собственно, их две. Фишка первая. Разумеется, внутри макроса могут быть какие угодно инструкции, например, переключение секции даты и текста. Во-вторых, поскольку секция даты у нас накопительная, то сколько раз она встречается, столько этих сообщений у нас в памяти и возникнет. Вот они, смотрите. Сейчас покажу. Где-то тут было... Вот это ХЕЛО, ХЕЛЛО, восклицательный знак ноль. А это ВОРЛД, ВОРЛД, восклицательный знак ноль. Ну, он задан наперед, как обычно. Вот. Братцы, еще три минуты, две минуты напряжения умственного. Пожалуйста. Не выражено, аудиальное. Пожалуйста. Вот. А вторая главная фишка, что стряслось с меткой МСГ, потому что, по идее, их должно быть две штуки. Вот если мы скомпилируем и приглядимся, они преобразовались вот в такую вещь. Это конкретно делает ассемблер конкретно Марса. Так. Он локальную метку внутри макроса заменяет на МСГ, подчеркивая М, большой, и дальше номер макроподстановки. Вот это будет заменено на МСГ, М0, а здесь на МСГ, М1. Вот в этом месте и вот в этом месте. И выглядит это вот так. Видите? Поскольку макроподстановки, это можно сделать. Более того, это последнее, о чем я сейчас расскажу. Значит, поскольку макроподстановки происходят последовательно, у вас всегда есть ее номер. Две макроподстановки номер три не бывает. Если одна из них была третья, то вторая будет четвертая. Вы можете, заканчиваем мы, вы можете вызвать макрос внутри макроса, вы не можете определить макрос внутри макроса, вот это уже немножко взрыв мозга. Но вы можете вызвать один макрос внутри другого. Почему бы нет? Вы должны только понимать, и это последнее, о чем я хотел сегодня рассказать, очень коротко, оно называется макровзрыв. Что если вы вызываете макрос, в котором раскрывается макрос, состоящий из макросов, в которых раскрываются макросы, в которых раскрываются макросы, то все это умножается. И у вас может получиться такой код на несколько сотен строк из одного, который вы потом будете читать, наверное, или не будете, наоборот. Такие дела. Все, значит, о домашнем задании поговорим тогда на практике, потому что там уже люди ходят. макросы, 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 макросы. Продолжение следует...